Дорогие друзья, всех приветствую! На часах полночь в студии, как обычно, вместе с вами я. Midnight Loft Online начинается в очередной раз. Сегодня у нас юбилейный вечер, юбилейная ночь. 35-й диалоговый формат этого мини-онлайн проекта. Сегодня в гостях у нас замечательный участник Loft Philharmonia Николай Медведев, который принял участие в Loft Philharmonia относительно недавно. Это была седьмая серия проекта. Как сейчас помню, 10 декабря была эксклюзивная русская программа. Это был формат Solo Loft. Ну и, конечно, Коля вообще очень порадовал публику. Была потрясающая модерация, было очень интересное исполнение. И, конечно, я с большим теплом вспоминаю этот вечер. Ну а сегодня, сегодня совершенно в другом жанре мы попытаемся обсудить самые наболевшие темы нашего онлайна, нашей новой формы жизни. Причем как артистической, так и просто человеческой. Я думаю, что разговор будет очень многогранным и интересным. Поэтому, дорогие друзья, призываю вас писать комментарии, задавать вопросы, если вам захочется. Ну и сейчас я уже готова пригласить Колю в нашу импровизированную студию. Наша Loft-терапия продолжается. Поэтому сегодня, опять, как обычно на позитиве, продолжаем наш такой вот ночной челлендж. Итак, челлендка мгновений. Окно разделится надвое. И мы начнем. Ну а пока скажу, что этот день был очень продуктивный для меня. Погода радует с переменным успехом. Но я держусь. В моей истории запущена интересная фотография. Я выгляжу как ниндзя практически вся запакованная. Даже в шапке сегодня в очередной раз. Но, тем не менее, это не портит настроение. Будем прорываться. Будем продолжать креативить. Будем продолжать заниматься, отвечать на самые интересные вопросы. Будем надеяться, что наш трафик не обрушится. Что у нас не будет никаких конкурентов в это время. Ночное, вечернее. Сейчас попытаемся подсоединить Колю. Да. И вот сейчас буквально... Три, два, один. Коля, привет. После такой моей ночной преамбула. Рада, что ты к нам присоединился. Взаимно. Как твои дела? Как твоя самоизоляция? Что для тебя вот эта вот пауза? Конечно, с каждым эфиром все тяжелее отвечать на этот вопрос. У тебя позиция такая, достаточно сложная уже. Слушай, во-первых, хочу всем привет сказать, кто нас смотрит. Там машут и все такое. Всем привет. Замечательно, что смотрите. Пауза. И она уже не пауза. Она уже какая-то жизнь новая, которая уже продолжается. Даже не началась. Что касается рабочих моментов, мы как бы работаем. Мы занимаемся со студентами. Я имею в виду нас, педагогов. А так, такое время, чтобы самому позаниматься, когда ты хочешь. И учить то, что ты хочешь, а не то, что надо. И ни к какому сроку. При этом можно спать. Можно делать все, что хочешь. В общем, ничего такого нового я не скажу, что тебе сказали 184 человека до меня. Но их было всего 34. Я насчитал столько. Вот, поэтому здесь ничего такого принципиально нового. Ну, все-таки, вот эта вот новая онлайн-реальность. Вот ты уже сам проговорился, чтобы продолжать каким-то образом заниматься со студентами. Ну, может быть, нового ты не скажешь, но все-таки это другие люди. Да, то есть у каждого преподавателя свои студенты, свое отношение к тому, что происходит. Как вам удается поддерживать профессиональный уровень и как бы средний, высокий градус по больнице, настроение хотя бы? Ну, про высокий градус, ну, это, конечно, зависит от авторитета личного, от педагога. И если человек старается поддерживать высокий, так, чуть-чуть зависли, ничего страшного. Такое у нас бывает. Попробуем второй раз. Второй пробный шар. О! Подписали. Так. Слушай, я не знаю, что за помехи раздражать. Неужели? Хоть бы оно так не было, всю передачу-то бедные люди, которые нас смотрят. Это же нервы сплошные. Ничего-ничего, они уже привыкшие люди. У нас такое бывает редко, так что я думаю, что это просто была какая-то неудачная помеха. Так, все-таки, вот вы применяете со студентами какие-то, ну, онлайн-опции, типа, там, я не знаю, Zoom, запись, ну, как все, как обычно, да, уже все по старинке. Коль, а вот сейчас год уже заканчивается, заканчивается, то есть в каком формате проходят экзамены, зачеты, то есть тоже студенты присылают записи на утверждение или как происходит? Да, у нас принято решение, что студенты будут отправлять нам записи, мы их будем отсматривать и, соответственно, исходя из этого, будут им ставить потом отметки. Но там очень сложная система, и они будут все так неинтересны, так все подробно, так все муторно и по-канцелярски. Не буду в это вдаваться. Ну, в общем, у кого-то это будет экзамен, у кого-то это будет зачет. Ничего интересного. Ну, в общем, все год закроют, все будет хорошо, замечательно. Только жалко, что надавал народу хороших сочинений, а пройти с ними по-человечески не получается. И ничего, когда выйдете в реальность, вернетесь к этому. Надо будет учить другое, потому что эти предыдущие сочинения как бы будут уже сыграны, понимаешь? Ну да, да, я понимаю. Ну, конечно, слушай, но ни в чьи планы-то не входило, да, поэтому будем считать, что как бы такой форс-мажор случился. А все-таки, вот Коль, а какие-то позитивные есть вещи в том, что происходит? Ну, то есть как бы онлайн же можно рассматривать как минимум по двум углам, как бы, да, то есть, соответственно, может быть, какие-то теоретические дисциплины для них – это не так страшно, как для нас, практиков. Может быть, в онлайне можно устроить какой-то себе челлендж лично с новороста, скажем так, и, допустим, кто-то ударился в какие-то влоги, там, в какие-то блоги и так далее, и так далее. Кто-то развивает в срочном порядке YouTube-канал, ну и прочие какие-то вещи. Вот как тебе такая сторона медали? Ну, во-первых, мне кажется, развивать свой YouTube-канал во время карантина – это такой же дохлый номер, как и без карантина. Если у тебя не было какой-то активности, то сейчас все усиленно продвигают свои каналы. Ну, ребят, ну наберете вы по 100-200, ну максимум там 500 подписчиков. Ну, смысл? Я не очень это понимаю. Что касается пользы такой-другой, вот я вижу в этом огромную пользу для своих студентов, потому что очень трудно, отвратительно записывать себя и свою программу, а у нас директивы записать целиком, без остановки. Можно родить, пока запишешь эти сраные, извините, 15 минут. Ну, я думаю, ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю, потому что мы неоднократно делали запись на конкурсы, и что это такое, и это совершенно не имеет к музыке никакого отношения. Это просто технический какой-то набор навыков, лишь бы не ошибиться, а потом ты ошибаешься на предпоследней странице. В общем, это сплошная трепучка. И ты начинаешь переписывать те страницы, которые ты чисто отыграл, ты благодаришь себя, что ты их чисто отыграл, начинаешь бояться намазать дальше. Соответственно, потом этот страх растет, и это превращается в какой-то психоз, и не можешь записать себя день, два и так далее. В общем, отвратительно, но страшно полезно, потому что очень сильно тренирует исполнительскую волю какую-то. Они потом выйдут на сцену, им будет намного легче. Ну да, это определенный навык. Поймут они это с первого раза или нет, но я желаю понять, я помогу. Ну, в дальнейшем точно, потому что это другая концентрация. Это не то, что ты сидишь на сцене, музыкальничаешь, как тебе кажется, и там уходишь в астрал, и на тонкие планы, а на деле бабушки храпят. Здесь немножко другое все, понимаешь? И в этом отношении, конечно, им страшно, это полезно, это тяжело. Я всех поздравляю, что они с этим столкнулись, вот в такой обстановке, довольно бескровной и неконкурентной, потому что получить у нас пятерку или четверку, это неконкурентная обстановка. Понятно. Ну, хорошо, с онлайном кое-как разобрались на первых порах. А вот вернемся к тебе, вернемся к твоей реальности и к твоему исполнительству. Ты сказал программы, да, то есть можно выучить, так понимаю, на 10 лет вперед, и все то, до чего не доходили руки. Вот сколько программ ты уже успел выучить? Ой, я рекордов тут не ставил, потому что ты сидел с левой пяткой в свое удовольствие. Я учу сейчас, ну, две программы новые. Вот мне... А что учишь? Приоткроешь немножко занавес? Я договорю уже, у меня стукнуло в голову моча, и я что-то решил прялку Мендельсона, думаю, что-то никогда ее не играл, потому что жутко боялся, думаю, сейчас мне на втором такте зажмется рука, и привет семье. Все. И я ее, значит, разобрал, думаю, о, не зажалось. Третий такт, вторая страница пошла, сыграл, думаю, да... И, в общем-то, за полдня я ее выучил, думаю, давай-ка усложним задачку и завяжем себе глазки. Залезали себе глазки. Жуть! Просто, просто жуть. Потом, а еще давай, а давай камеру вообще включим и посмотрим вообще. Как ты, казак или не казак? Ну, в общем, оказалось, на 264-й туболь оказалось, что все-таки казак. Ну, это такой устроился и аттракцион. А еще, кстати, новой программы, ну, там не будет русской музыки. Больше ничего не хочу говорить. Вот русская душа, это восток русской музыки. Это все немножко надоело. Слеза. Я страдала, страданула. Весь этот надрыв. В общем, не хочу. Это потянуло к более ранней музыке. Понятно. Ну, ты знаешь, вот ты просто опередил этот мой вопрос. Просто его, как бы, предугадал. Что, действительно, я хотела спросить, сколько ты провел времени в темноте и за прялкой? Вот. Это, на самом деле, ты уже ответил сколько. Вот. Сколько было в это время слез и грязных нот и сколько было всего дублей? Тоже, как бы, получилось, что ты уже ответил, сколько ты страдал, записывая этот ролик. Но он получил определенный резонанс. И как бы при том, что... Ну, как бы я видела это и на Фейсбуке, и, собственно, в Инстаграме. Но это потрясающе. Единственный вопрос. Вот почему ты не поставил хэштеги? Мне кажется, что это бы стало вирусным видео, которое могло, ну, разлететься вообще по всем уголкам мира. Потому что это такой челлендж. Вирус один уже разлетелся по всем уголкам мира. И, пожалуйста, ну, вообще идея неплохая. Можно попробовать. Кстати, это первое... Челлендж такой забубений. Да. Я вот только хотела сказать челлендж для студентов. Мне кажется, что ты вот сразу две категории, понимаешь, вот в упор застрелил. Значит, первая категория это твои студенты, которым просто себе не должны находить место, они потеряли аппетит. А вторая категория это дети, которым обычно, ну, часто это дают, да, в каком-то таком возрасте, как бы, чтобы они там мучились, развивали свою технику. Так, короче, дети уже потеряли сон. Понимаешь? И тоже уже поставить этот хэштег прялка и поехали по всему интернету. Или какую-нибудь сделать рекламу онлайн-школы очередной, там, Думи с Олькой или Научу играть за полчаса и поставить это в качестве рекламы. Меня вообще очень смешит все эти за 45 минут мы вас научим играть пираты Карибского моря и так далее. Я вас научу играть за две минуты прялку. Знаешь, Коля, у нас какие-то все-таки проблемы, я так чувствую, с коннектом небольшие почему-то, но сейчас, я думаю, это все уляжется. У меня такой к тебе вопрос неожиданный. Скажи, пожалуйста, вот только подумай хорошо. Комбинация цифр 6, 4, 5 тебе о чем-то говорит? Только Михалкова вспомнил в связи с предыдущими событиями. Странно. Я вот намекала на твое новое приобретение, с которым я тебя хотела поздравить на самом деле и поинтересоваться, ну как оно? А, 6, 4, 5, да. Ты имеешь в виду мою электронную пивонину? Да, да, как она тебе? Я офигенски доволен. Я такой вообще брюзгай, знаешь, такой старой школы, старой этих традиций, вот, свежевое звучание, там, туда-сюда, вот это все. А тут оказалось, что это абсолютно рабочая лошадь, на ней можно все учить, все играть. Естественно, я не буду учить на ней каденцию с третьего концерта рахмара, потому что мне жалкий инструмент. Любой, да, развалится. А что касается остального, он прекрасен. Мне нравится, и он так вписался в интерьер, мне сказали, ой, у нас остался только цвет палисандр. Я с умным видом сказал, да, а сам думаю, а какой же это цвет? Погуглил, узнал, что вроде, думаю, ой, у меня так он впишется хорошо. И он так прям как там и был. Прекрасно. Замечательно, я тебя с этим поздравляю. Сказку и вообще здорово. Не, потому что это очень-очень классная вещь, то есть во всех смыслах слова, ну, потому что, во-первых, настраивать не надо, плюсы очевидны, вот, ну, я тоже, у меня просто вот коллега по цеху пойму 6-4-5, у меня стоит 5-5-8-5, вот, то есть как бы, в общем, как братья, понимаешь, но у меня цвет черный, вот, я смотрю на нее или на него, как правильно сказать, в общем, тоже он меня или она радует. В этом, мы с тобой, да, да. Коль, а вот какие-то еще другие челленджи, вот, ты видел там вообще в интернете, столько всего сейчас гуляет в связи с этой вот эпохой, с расслабленным таким состоянием самоизоляции, ну, там, не знаю, изо, изоляция, там, еще что-нибудь в таком духе, тебе не хотелось хайпануть? Ты знаешь, там такое сейчас в интернете разгуляй, что нет особенного желания какие-то свои пять копеек вставлять. Вообще, затея прекрасная, с этой изоляцией очень смешно некоторые делают, но это все, понимаешь, оно сейчас же все потребляют информацию за десять секунд, и все это максимум один день, потом это становится неинтересно, потом тут же хочется что-то другого, это отвратительно, это просто ужасно, вот вспомни нас пятнадцать лет назад, понимаешь, и сейчас. Нет, ну, есть такой момент. Молодые люди, сказал я, читают книги, понимаешь, и через два дня они не помнят о чем, и во-первых, они не помнят о чем, во-вторых, они ее прочитать не могут, если в книжке там, не дай бог, пятьсот страниц, то это просто адский для них труд, они к этому не приучены, они приучены к липовому этому сознанию, к липовому мышлению, это жуткий, конечно, разврат. И сам я, конечно же, на это поддаюсь, и также хожу с этим вонючим гаджетом, и бью себе по рукам, но хожу. Но, слава богу, я потерял навык читать большие книжки, а вот современной, современному поколению от пятнадцати там лет, это очень тяжело делать, это ужасно плохо. Коль, а вот если, вот, говоришь, сейчас ты затронул тему тоже книг этих, ну, а что, вот что такого серьезного, в таком настроении можно вообще почитать? То есть, знаешь, у многих просто руки до художественной литературы серьезно не доходят, не потому, что они, может быть, не хотят, а просто вот, настроение, что называется, не то, ну, сидят в заточении, занимаются, там, не знаю, едят, выходят в магазин, в конце концов, на пятнадцать минут, но вот для серьезной литературы как-то мозги не доходят. Вот что ты с этим делаешь? Я сейчас ударенный в баха, но это не касается художественной литературы, я просто сейчас читаю книжку Гардинера, вот эта музыка в Небесном Граде, огромный этот Талмуд, который вышел, и помимо этого много всего еще. Что касается художественной литературы, слушай, ну, жизнь художественной литературы не остановилась, с коронавирусом они также выпускают премьеры и так далее. Я не слежу за какими-то сумасшедшими новинками, я тебе не Юзефович или Юзефович, я не помню, чтобы читать по пятьдесят книг в неделю и по сто рецензий на них выдавать. Из последнего, что я прочитал, что мне очень понравилось, это Донны Тарт, Щегол и Яна Гехары «Маленькая жизнь». Это потрясающе. Особенно, конечно, меня поразила Яна Гехара. Это очень сильная книжка, огромная книжка, такая, как Карамазова, но прямо глубокая. Из старого я прочитал, ну, относительно старого, «Сто лет одиночества», наконец-то, в пятидесятый раз я ее начал и дочитал до конца. В общем, это сильная, мощная вещь. Ну, я очень люблю, да, «Сто лет одиночества», мне очень нравится эта книга. Там «Урсула», которая дает угля весь роман, сколько бы ей было лет, это просто вот стержень всего романа. Ну, там вообще нужно, на самом деле, все брать на карандаш, как-то вести просто вот эту вот, какую-то летопись этого семейства, потому что там же начинают повторяться имена, и начинается какая-то путаница в голове, там, какой, какой конкретно из них, кто из них, то есть, конечно, это вот целое генеалогическое древо, по-моему, его нужно рисовать, но когда я читала впервые, мне было лет 17, вот, и я помню, что я так здорово запуталась в какой-то момент. Да, А последний раз я уже так сказал себе, Коля, ты взрослый мальчик, но если не запомнишь, значит, тупой. Если запомнишь, ну, значит, не такой тупой. Но я не запомнил. Решил, что я все-таки тупой, принял это и стал читать дальше. И, в принципе, понял, что не так-то оно важно, потому что временной отрезок там не такой большой, и это сделал, он же не дурачок, извините, мягко говоря, чтобы давать им одинаковые имена. Он эту путаницу хотел создать, у нас в голове. Но потом, по мере того, как ты продвигаешься к концу романа, у тебя вот только тогда складывается цельная картинка и вообще возрастает масштаб этого всего, какой-то невероятной вот этой вот жизни, которую он там создал. Я забыл слово, как это там называется. Галактика, не галактика. Нет. Не галактика, там какое-то другое слово. И утопия сюда не подходит. Ну, мир вот этот, вымышленный, который он создал, он, в общем-то, в тебе постепенно оседает. Ты не пол... Я, например, полромана, там не сильно различал, путал всех этих бесконечных персонажей, которые которые носят одинаковые имена. Но в конце я понял, что не так оно важно и отстрелы от каждого есть в предыдущей. Ну, то есть оно там все так сконструировано, грамотно, и вот оно так стягивается к концу, и ты понимаешь, что в конце все-таки да. И особенно, конечно, там последние страницы 50, это очень сильно. А ты читал как бы продолжение неофициально? Вот полковнику никто не пишет. В принципе, это не считается продолжением, но считается это правильно читать в таком порядке. Совсем не продолжение, это вообще другая повесть. Да, читал замечательное такое камерное сочинение, очаровательное, очень трогательное. Но оно меньше, да, конечно, в разы. Но трогательное такое, оно по-мужски. Вот так, знаешь, жаркий латинский мужик, вот его такая слеза. Не наша шолоховская в судьбе человека, скупая мужская, а вот такая сдержанная латинская. Я вообще очень люблю Маркеса. Вот мне он тоже очень близок, потому что вообще магический реализм, он ни на что просто не похож, это вроде как и реальная жизнь, в то же самое время какой-то просто психодел. Вот, наверное, это, знаешь, такой жанр триллера, но тоже триллеры бывают разные, такой вот именно жизненный триллер, такой вот особо, особо ужасающий в определенный момент, но в то же самое время не так много отрыва, да, как бы от реальности. Ну, какой-то такой усредненный вариант, как раз то, что больше всего убеждает, на мой взгляд. Ну, там настолько много всего, это все так многослойно, такой масштаб мышления, это эпос, магический реализм, ну, можно притянуть за уши, придумать этот магический реализм, который там, а в чем он проявляется, там тын-тын-тын-тын-тын. Ну, в общем-то, это все есть удивительные вещи, которые как бы, ну, там этот ручей, который куда-то там течет, но давай не будем говорить, потому что среди наших зрителей, может быть, кто-то это не читал, а мы тут сами себе довольны. А вот ты знаешь, Коля, я на самом деле очень рада, что мы так затронули и чуть копнули, потому что об этой книге часто вспоминают в онлайнах, ну, сначала я топила за эту книгу, потом кто-то из гостей там время от времени, я думаю, что просто люди уже взяли и начали читать или уже прочитали, потому что очень много было вопросов и каких-то восхищений, поэтому это не страшно. Ну, ладно, вернемся к реальной жизни. Я вот открою еще один как бы какой-то зановит еще какой-то сейф по тебе. Обсудим какую-нибудь Донну Тарт или вот что-то такое современное. Донна Тарт, это знаешь, с кем ты можешь обсудить? Ну, ты прекрасно знаешь, с кем. Тосу читал, видимо, параллельно с тобой, вот, кто в онлайне у нас это упомянул, вот. Ну, я думаю, что Костя как бы с тобой уже пообщался на эту тему или нет, или вы не обсуждали? А я, кстати, пообщался на эту тему. Что? Что? Это я пообщался с Костей на эту тему. А, все наоборот, понятно, ну вот видишь как, вот теперь мы узнаем, кто истинный герой, откуда появилась вообще Донна Тарт. Здесь на самом деле не важно, потому что мы с ним перебрасываемся постоянно какими-то, а это посмотри, а это почитайте, что-то такое, взаимообмен перманентный. А вот то, что касается взаимообмена по поводу физической нагрузки, у вас тоже это присутствует? То есть тут я уже подхожу к той, как бы, тайне, не тайне. Вот я просто знаю, насколько ты увлечен как бы, ну вот тренажеркой, качалкой. Сейчас по тренажерке все закрыто. Вот как ты дома решаешь этот вопрос? Как ты себя держишь в форме? Я увлечен качалкой? Это последний анекдот. Да ладно, ты столько рассказывал мне об этом в Ямахе, что не надо сейчас делать вид, что этого не было. Мне в один прекрасный момент надоело, что я пельмень, как меня называет Менщиков. Колька пельмень называл. И мне это надоело, я думаю, все, хорэ. И стал, значит, я работать над собой, а естественно без тренажерного зала волшебную таблетку кроме Малышева никто не придумал. А на таблетку Малышева у меня нет денег и да и желания. Пусть сама их пьет. Ну или кто, пусть пьют те, кто за нее ее придумывает. А она бедная, ее лицо на всех рекламах. Вот. А дома у меня стоит эллипсоид и я так на нем занимаюсь, ну стараюсь каждый день. эллипсоид, кардио-тренажер такой. Да, я примерно понимала. Это не для того, чтобы быть какой-то такой, знаешь, тонкий, звонкий, а просто для того, чтобы можно было больше жрать. Вот я знаю, что если я буду жрать весь день и это будет плохо, то есть я, меня от этого растащит. А я сделал кардио, думаю, о, значит, можно на настолько-то калорий сожрать больше, понимаешь? Ты знаешь, Коль, ты только что уничтожил следующий мой вопрос по поводу здорового образа жизни и здорового питания. Ну как бы ты уже покурил на камеру, как бы тут вопросов в принципе нет, да? Но я думала, что ты сейчас скажешь, да нет, вот как бы сидим дома, нужно там побольше, не знаю, капустки, морковочки, но как бы нет. Нет, это понятное дело, что я с утра до ночи готовлю себе смузи, свекольные котлетки с винами чия и кино, это все понятно, это я ем круглосуточно и у меня овсяные оладьи и запеканка исключительно морковно-тыквенная, все на пару, без масла, это, конечно, естественно, естественно. И ты хочешь, чтобы я тебе после вот этого всего поверила, я теперь не верю. Я говорю, Годжи, это секрет, вот мой такой маленький, открою. Но, на самом деле, я отучил себя есть всякую дрянь, и мне это так нравится, но у меня есть какие-то гадости, которые я люблю, типа Coca-Cola, Cherry, Death Star. Но Coca-Cola, она очень бодрит, как бы, то есть, в принципе, это нормально. Ну, не знаю, она меня там особо не бодрит, мне просто нравится. Так-то я вредную продукту не ем, мне не нравится. Не сладкое, да? Это не очевидно. Ужирное мясо. Я люблю сладкое, но какое-нибудь хорошее, понимаешь, условно говоря, я предпочитаю одно пирожное за 500 рублей, чем 10 за 50. И пусть оно будет в 10 раз реже. Зато мне будет в 10 раз вкуснее, и я не буду толстеть, извините за прямоту. Ладно, ты знаешь, вот нужно, видимо, перенять у тебя этот опыт, мне нравятся твои лайфхаки, они как-то мне подходят, они убеждают, ты знаешь, потому что на пирожные за 500 рублей придется еще сначала заработать, а потом уже может быть. Ты знаешь, вот эта вот эпоха, она меня, конечно, на самом деле, ну, чем она меня убеждает, и чем она меня как-то поражает, тем, что приходится придумывать постоянно какие-то новые опции, чтобы себя обманывать, то есть какие-то психологические лайфхаки, ну, кулинарные тоже, шедевры тоже, они как бы, знаешь, видоизменились, то есть когда я затронула ЗОЖ, я все ждала, когда ты назовешь тыкву в этом во всем черном списке, потому что вот я для себя открыла именно такой продукт, который я в детстве вообще, я ненавидела, тыкву. Что? Тыква, тыква показывает. Тыква, да. И, в общем, оказалось, что в сыром виде это оказывается очень даже может быть, то есть это вполне применимо, потому что, когда я была маленькая, постоянно готовили какую-то тут рисовую кашу, туда тыкву, это было так грустно, это было так, как там, ну, Алиса, давай, не умели готовить. Закончим этот подраздел, я скажу, каждой Золушки по тыкве, и мы перейдем к следующему вопросу. Как ты хорошо управляешь процессом. Ну что ж, следующий вопрос будет очень каверзным, очень сложным. Ты знаешь, я вот тут давно уже сдаюсь вопросом, насколько хорошо или плохо, что в нашей жизни появляются новые жанры, новые сплавы искусств. Ну, как ты понимаешь, меня эта тема очень беспокоит и интересует с тех пор, как появился Лофт, и другие проекты. Вот я вчиталась в твою биографию и даже погуглила некий спектакль, который меня очень так тронул. Расскажи-ка нам, пожалуйста, что такое 1900-ый? Потому что я-то уже знаю, но вот публика не в курсе. Это спектакль, который придумал Олег Евгеньевич Меншиков. Играем мы уже, его страшно сказать, 12 лет, то есть я там пешком под стол ходил, когда мы его начинали играть. Было очень смешно, когда мы пришли, значит, первый раз репетировать, еще меньше кого не было. И он сидел в зале, а мы на сцене где-то там ближе, в общем, в жопе сидели где-то, и плохо было видно. Что-то мы играли-играли, и потом он у кого-то спросил, говорит, а сколько пианисту лет? А мне было 21, а выглядел я ну-ка просто, не знаю, на 15, наверное. Он спросил, а сколько это я не 100 лет? Ему сказали там 21. Он сказал, а да, я думал 7. Это было очень смешно. Потом он эту историю рассказал Михаилу Олеговичу Ефремову. На что Михаилу Олеговичу Ефремову сказал, да, 7, я думал 3. В общем, мы все время хохотали на эту тему. А еще одна история вспомнил, пока быстро скажу, с Ефремовым. Как-то, значит, началось играть давным-давно на дне рождения у мамы Олега Евгеньевича. Ну, там, в общем, что-то сидели там, все гели-пили, и она попросила сыграть. Не к тому, что там фончик создавать. Просто она попросила там что-то сыграть. Я сыграл. Стоял с твоей левой рукой от меня Михаил Олегович Ефремов. И потом вот ко мне подходит и говорит, слушай, а у тебя мизинец вот такой. Прям как у Горавица. Я застеснялся. Я не знаю, то ли он меня сейчас это подколоть хочет, то ли, что-чего. Я говорю, да, спасибо. Он говорит, а какой мы можем сделать из этого вывода? Я говорю, не знаю. Он говорит, то, что до Горавица тебе осталось еще девять пальцев. И ушел куда-то в сторонку. Так было смешно. До Горавица в девять. Прекрасная история. Вот, про спектакль. Про Горавица. В общем, поставили этот замечательный спектакль у Торнаторе, кстати, которого я очень люблю, итальянского режиссера, есть экранизация 97-го года этой монопьесы Александру Борико. Вообще, у них это страшно модный в Италии писатель, драматург. Александру Борико. У них этот 1900-й идет в каждом подвале по всей Италии. Но это не то, что даже у нас вишневый сад. Нет. Это вот совсем очень популярно, потому что русские довольно зажравшиеся по части большого количества великих писателей. Италия не может в такой степени этим похвастаться, поэтому они вот нашли Борико, 900-й и давай, значит, они у них показывают везде. Замечательная экранизация Тернатора, где главную роль играет Тим Рот. Но чем она отличается от спектакля? Дело в том, что Борико написал это как моноспектакль. Для спектакля для одного человека. Как вот у Зюскинда Контрабаса знаменитый, который играет Райкин. Не знаю, сейчас играет. Нет, но много лет играл. Вот так же это. И меньше кому понравилась вся эта история, и мы ее, в общем-то, сделали и играем до сих пор. Раньше мы играли на сцене замечательный театр Моссовета, и я всю жизнь буду вспоминать, что у меня была гримерка, на которой висела табличка, здесь гримеровалась Фаина Георгиевна Раневская. И я тут с трясущимися руками ногами все время. Вот это уровень. Так получилось, понимаешь, случайно. Раз музыкантов, гримерка у нас троих, там, где Раневская, с ума можно просто сойти. Раневская, по которой я всю жизнь вообще схожу с ума, и мне так обидно, когда я читаю в Фейсбуке кучу каких-то бытовых пошлостей, которые выдают за высказывание Раневской, совершенно перестали отличать, что она сказала, если где-то есть слово жопа, значит, это сказала Раневская, если что-то про унитаз, значит, Раневская. И с другой стороны, так можно прикрыть любую пошлятину, можно приписать это авторство Раневской, и все это сразу начинают под другим соусом, понимаешь, воспринимать. И она, кстати, очень страдала от этого еще при жизни, от бесконечного цитирования одних и тех же каких-то вещей, которые из ее уст, извините, можно в это, что называется, в мрамор, а из уст меня, это, извините, звучит как кухонная пошлость. Рылом не вышел-то, понимаешь? Вот. играем. Знаешь, я поражаюсь твоему чувству юмора. Я думаю, сейчас аудитория просто присутствует на каком-то каменде стандарта, но об этом чуть позднее. Ты продолжай. Знаешь, чувство юмора и склонность к полноте это те два качества, которыми меня наградила мама. Я не знаю, где сейчас склонность к полноте, я не знаю, насчет чувства юмора маме респект это однозначно так, да. Так что, я не знаю, что тебе еще рассказать про спектакль, мы объездили все, что только можно с ним. Ну, Коля, можно тогда я возьму палочку наконец-то первенства и скажу тебе, что, просто аудитории подскажу, что ты легенда о пианистах, так фильм называется в оригинале как раз Джозе Паттернаторе, да, и что я не знала, что вы до сих пор продолжаете как бы это дело, знаю, что такое вы начали в 2008 году, то есть это было действительно сколько получается, ну, 12 лет назад, обалдеть, невероятный опыт. Вот скажи, пожалуйста, вот тут уже переходя как бы от вот этого смежного твоего опыта, театрально, как бы пианистического, вот постепенно перемещаемся в камерную музыку, где, вот допустим, на моем проекте, да, в Лос-Филармонии тебе довелось модерировать. И, конечно, вот ты сейчас расскажешь, что это был за опыт для тебя, но я могу сказать, что чувствовала, что у тебя уже есть как бы ощущение, так сказать, сцены какого-то другого характера, ну и чувствовалось, конечно, что ты преподаешь. Мало того, с тобой пришла такая группа поддержки, то есть быть преподавателем со студентами дело вообще-то нехилое и очень выгодно в какой-то степени, потому что, честно тебе скажу, почти 300 участников, но поддерживали тебя прям мощно, это мне запомнилось. А ты хочешь сказать, что все куплено? Нет, я хочу сказать, что у вас отличный командный дух и что твои студенты тебя действительно любят и уважают, то есть это классно, потому что, вот как я, по-моему, даже написала потом в посте, вот именно этими словами, что играющий тренер, ну, как бы это очень круто, потому что ты молодой, ты, ну, как бы продолжаешь действовать, что называется, и вот, собственно. Расскажи, Мадеранский, расскажи, как это было. Сейчас я плесну себе чайку. Давай, давай, конечно. Чувствуй себя как дома. Горный. Чай. С каких гор, понятия не имею, но с гор. Ну, главное, что помогало. А слушай, кстати говоря, какой у тебя сейчас самый главный напиток в это самоизоляционное время? Кофе. А, то есть, как и в обычной жизни, да? Я люблю кофе, вон стоит она, не видно. Кофе-машина Неспрессо. Прекрасненько. Про модерирование. Да? Ну, наверное. Так, что вы хотите такие узнать? Как мне был этот опыт? Да, вообще, вот, насколько это удачный опыт, Коль, вот как бы такой вопрос, да, мы сейчас в бэкстейдже находимся, то есть, такой, ну, практически кухонный разговор, да, чего греха таить. Вот можем на публику обсудить, как это изнутри, когда приходится играть сольную программу, когда приходится об этом рассказывать, ну, поделись. Ой, ну, вообще, знаешь, надо сказать, ну, это судить не мне, пусть это об этом говорит мой зритель. Ну, нет, нет. Но, в общем-то, конечно, совмещать это не сильно приятно, так, по-честному говоря, по-честному говоря, вот такие полночные приступы косноязычия, потому что, ну, настраиваешься на одно дело, а приходится из-за себя, из-за того парня. И при этом понимаешь, что нужно говорить интересно, нужно говорить, а вообще, я так, знаешь, понял, что подавляющее количество людей, им просто не приходится в жизни употреблять сложно сочиненные, сложно подчиненные предложения, в составе которых нам больше 10-15 слов. А чтобы говорить на публику, нужно уметь складывать слова в предложения, в хорошие, в грамотные, и вообще целая наука и искусство. Меня всю жизнь учили владеть несколько другим. Поэтому мне было не очень удобно, и пришлось это как-то я понимал, что если я буду готовиться к этому усиленно, то я пока буду говорить, я буду очень сильно отвлекаться на то, что я хотел сказать. У меня же нет такого опыта. Поэтому я не особенно готовился и говорил, в общем, то, что вот оно сразу всплывает, как сейчас мы с тобой разговариваем. Ну, так в этом же есть париком? слава богу, слова предложения я умею складывать, поэтому что-то такое приличное получилось. Но я все-таки предпочитаю или говорить, или играть. То есть это все-таки сложно? Это два разных режима, и как бы объединить а может не каждый на твой взгляд. Знаешь, можно хорошо говорить, но при этом не очень хорошо при этом играть. А можно делать и то, и другое хорошо? Можно, но это не в радость как-то мне. А вот, знаешь, у меня такой серьезный достаточно вопрос следующий вот на медне. Может быть, даже вчера мы затрагивали эту тему. Да часто всплывает это в разговоре. Вот смотри, артист 20 века и артист 21 века. Главные, основные качества и спектр главных услуг, которые, по идее, он должен как бы в себе иметь. Это целый набор вообще каких-то навыков, без которых, в принципе, эта картинка не собирается. Где безоговорочно, но его профессионализм, талант, то есть это как бы по умолчанию. Так вот, разве 21 век нас не настраивает на то, что как раз-таки все вот это, так называемое мультитаскн, он должен быть просто как комплект услуг. Или ты с этим категорически не согласен? Ты как бы за олдскул? Я бы не сказал категорически. Я у тебя хочу спросить, вы же я абсолютно парень от Сахиш, в этих прямых эфирах, вот люди тут пишут всякие приятные вещи, надо отвечать? Можно ответить. читаем, типа, ну все понятно. Ну я сейчас говорила, вот когда Давид написал, ребята, замечательные эфиры, я еще не увидела, сейчас увидела. Коля на месте, можно дальше. Спасибо большое, что смотрите, мы все читаем, все впитываем, и в общем, очень вдохновлены. На тему артиста 20-го и 21-го века. Мне, конечно, больше нравятся артисты 20-го века и тот формат. Но, учитывая вот эти все вещи, о которых уже даже говорить-то неприлично, о прогрессии, о технологиях и прочее, элементарно в 20-м веке было в десятки раз меньше исполнителей. И, соответственно, спрос на них был в десятки раз больше. Сейчас все пытаются лезть со страшной силой, расталкивая друг друга. И вот это вот попытки чем-то отличиться, делать что-то, что еще никто не делал. Я прошу прощения за выражение, постоянно натягивать на жопу глаз. Это убийственно для человека, у которого что-то действительно, у которого есть внутреннее содержание. Понимаешь, если у него есть внутреннее содержание, то ему все эти хайпы, пранки, шманки и весь этот лексикончик, он ему ну вообще сто лет в обед не упал. Он себя найдет в том естественном направлении, в котором он сам хочет развиваться и его развивали его великолепные учителя. В 20-м веке в общем так и было. а вот это вот то, что сейчас происходит, что каждый хочет вот в общем чем-то в общем отличиться, сделать это быстро. И это всем так приедается, ваша память-то стала короткая, как у аквариумных рыбок. Вы сегодня посмотрели, кто чего как, завтра уже забыли, нам что-то новое подавай. А человек один не в состоянии генерировать это постоянно. Понимаешь? И в общем-то не от хорошей жизни это происходит. И я часто, знаешь, здесь вспоминаю слова Олега Павловича Табакова. У него как-то спросили, а почему вы вот на это все там, не помню контекст, на это все не ведетесь или не обращаете внимания. Вот так сел и гордо сказал, а потому что у меня комплекс полноценности. И в общем мне это так нравится. И я часто это вспоминаю. Поэтому все-таки наше академическое воспитание не предполагает вот эту вот грызню, которая напоминает шоу-бизнес. И вот это не грызня, это грубое слово. Ну в общем вот ту жесточайшую конкуренцию, которая происходит. Она губительна для артиста. То есть вопрос, тогда получается, что по твоему мнению места хватит всем. Ну все же разные. Все индивидуальности, верно? И сколько бы их ни было, им хватит места. Или им места не хватит. Или допустим, получается, что утверждение, что талантливый человек талантлив во всем. я отчасти скажу, ты сказал, места всем хватит. Я по телефону однажды дал интервью то ли Капсомольской Правде, то ли еще кому-то. Что я там болтал, я не помню совсем. Но вышло интервью, заголовок был такой. Николай Медведев, всем места не хватит. Ну понятно, это желтая пресса. А ты сейчас говоришь, что места хватит. Да, я уверен, места хватит всем. Но у каждого оно свое. Не надо лезть туда, не надо рвать на себе рубаху. Ребята, вы этим работаете себе в минус. И зачастую это работает в плюс кошельку, не зачастую, а иногда. А иногда очень в минус. В результате все идет в минус. И потом, я не знаю, я не хочу, когда мне будет 50 лет, вспоминать, что я в 30 лет пытался что-то делать, вместо того, чтобы просто наслаждаться жизнью, ходить в хорошие рестораны, путешествовать, я не знаю, гулять с приятными мне людьми. А вместо этого я что-то там пытался сыграть так вот, как никто никогда до этого не играл, а через 15 минут придет Вася Пупкин, который сыграет вот так, вот я хотел, но у меня, сука, чуть-чуть не получилось. Зачем я буду на это свои нервы тратить? У меня их мало. Какая интересная позиция. Мне кажется, что ты знаешь, вот твой рецепт счастья, он вполне убедителен, но он подойдет не каждому, потому что, в общем-то, тоже зависит в чем-то от психотипа. То есть смотри, вот правильно так сказать, вот я просто, как я это понимаю, ну вот даже студенты, которые у тебя учатся, то есть ты их вот так, таким образом настраиваешь по жизни. Или не таким? Все-таки они младшие, все-таки они люди другой генерации. Ну я не знаю, я особо так их не настраиваю, мы таких уроков не проводим, но они, наверное, смотрят, что вокруг, и как-то каждый выбирает, что себе удобно, что ему подходит. Коль, у меня просто вот такой вопрос, смотри, вот даже старая школа, вот сейчас на ней даже такой вот, не то что взгляд на нее, но ты понимаешь, о чем я говорю, если вот такая фраза звучит, педагог старой формации, ну вот такой вот настоящей советской школы, практически каждый принимает участие в жизни своего студента, ну как бы всецело, то есть интересуется, как дела, как там, как родители, не знаю, ну то есть какие-то такие вопросы, полностью вот вся жизнь, да, вот в этом вот каком-то вот пространстве. Сейчас, я не знаю вообще, возможно это невозможно, как это будет восприниматься студентами, но вот ты интересуешься, ну я не знаю, даже самыми простыми, безобидными вещами в отношении своих студентов за пределами класса, ну там, я не знаю, досуг, там какие-то их увлечения, интересы, там театральные походы, концерты, может быть, что-то устраивает. Почему я интересуюсь? Потому что, ну ты, наверное, знаешь, у меня иногда бывают там перформансы на менеджменте со своими студентами, точнее со студентами Оксаны и Санны, Левко. И вот я им однажды предложила там поехать на арт-кластер, ну то, что было вот по нашей части, да, как бы, хотя, в общем-то, это, ну, можно подумать, что это никому не нужно, раз, два, ну, как бы, вроде как тоже это может быть воспринято по-разному. Вот как у тебя с этим? Как ты к этому относишься? Я, конечно, узнаю, что они делают и куда они ходят, так сказать, чем дышат. Как у меня одна подружка, я спросил, что ты сейчас читаешь, она сказала, Донцову. И я говорю, боже, больше нечего почитать. Она сказала, я хочу знать, чем публика дышит. И, в общем, чем публика дышит, я, значит, спрашиваю у своих студентов, чем они дышат. А что касается культпоходов, ну, я иногда могу предложить какой-нибудь пригласительный, если у меня там достается взять кого-нибудь на концерт или кого-нибудь позвать на спектакль. Ну, абсолютно без какой-то обязаловки. Ну, я же вижу по глазам, хочет он или она на этот спектакль, или она будет делать вид, что ей хочется, чтобы, с одной стороны, мне сделать приятно, а с другой стороны, чтобы не упомянуть пасть в моих глазах. Ну, нафига это надо? Хорошо. Слушай, ну, вот, исходя из того, что ты сказала, что в 30, как бы, ты живешь той жизнью, которой ты хочешь жить и ходишь там в ресторан и получаешь от жизни удовольствие, получается такой гедонистический у тебя подход к жизни. Можно так сказать? Чтобы в 50 не жалеть о том, что ты, ну, как бы, вот эти вот годы золотые, там, сидел лишний час за роялем, хотя это было, в общем, бессмысленно. Получается, что вот так. Ну, как бы, что есть, то есть, да, как бы, вот я этого достиг, а там дальше. Сейчас немножко отвлечемся. Здесь написали публика по-вашему дышит Донцова? Нет, ни в коем случае. Но есть определенные, как мы все знаем, культурно-массовые дела, которым подвержен, которым подвержен мой большой процент людей. Так что, я ничего не имею ни против Донцовой, ни против тех, кто ее читает, ради бога. А пока я отвечал про Донцову, видишь, какая она мощная, я забыл, что у меня спросила. Забыл, что он замес, но что у тебя гидонистический подход к жизни, что как бы, получается, что лишний час пересидеть за роялем, извини, я тебя чуть перебью, как бы, это, ну, зачем стремиться, все равно, через 15 минут придет новый Рихтер, Горовец, Ланг-Ланг, Юджа-Ванг, и неважно, кто придет, это будет, как бы, все равно высшим, зачем лишний раз уже стараться, вот что есть, то есть. Ну, вот по поводу того, вот этого придет лишний Ланг-Ланг, тут больше не об этом речь, что сидеть лишний час за роялем, все мы сидели лишние часы за роялем, свое время, в своем возрасте, это лет с 15, так, да, когда хочется сыграть, Маша быстрее, Маша быстрее, чем Вася, выучить на три этюда, больше, чем Петя, и так далее. Нет, я имел в виду не это, я имел в виду больше какой-то вот именно хайп, чем занимаются, вот, занимаются некоторые персонажи в сетях, понимаешь, я больше имел в виду это. Ну хорошо, давай тогда вот антипример, вот хорошо, вот антипример какой-нибудь, чтобы я окончательно поняла, о чем идет речь, вот анти. Я не хочу говорить анти в каком-то отрицательном ключе, не давать оценочных суждений. Есть что-то мне больше нравится, что-то мне меньше нравится, я из того, что мне, из того, что я не понимаю, это, конечно, какая-нибудь там Лола Астанова. Это я не понимаю. Но я смотрю, я умираю от хохота, и я слежу, а ведь, понимаешь, не обязательно быть поклонником, чтобы ее смотрели. Я вот смотрю по хохотать, думаю, что она сейчас опять придумает. Вот такие примеры. Ну вот, знаешь, мы как раз обсуждали, что вот эта вот история с хейтом, то есть как бы тебе не нравится, я не знаю, ты на нее подписан, или ты проходишь по хэштегам, ты все равно заходишь на ее страницу, чтобы это посмотреть, и тем самым как бы их популярность, но она поднимается просто вынужденным образом, потому что они получают количество просмотров. И на это все замешивает человеческая природа, что как бы я говорю, а зачем вообще на это смотреть? Поднимается, не поднимается, но по крайней мере не падает у них эта популярность. А почему? Мне нравится, мне смешно, я смотрю. А вот на таких дураков, как я, это и рассчитано, понимаешь? Ну хорошо, тогда вопрос от противного. А что же делать с теми людьми, которые хотят получить интеллектуальный контент, но не в такой вот форме, знаешь, как нас учили в академии, в консерватории. То есть, понимаешь, помимо меня правильно. Концерты, да, вот эта вся традиция, все вот, все, к чему нас как бы вели, чему нас учили, я это свято уважаю и ценю. Но, возможно, музыкантам современным, как бы академического крыла, им тоже нужно быть немножко больше в струе. И вот тот самый хайп, в известной степени, он помогает привлечь, ну, новую аудиторию, да, и так далее, и так далее. То есть, он как бы работает нам в плюс. Вот, может быть, под таким углом, на том, мысли. Слово хайп, оно очень современное. Это просто грамотный менеджмент, который был тогда, и когда замечались какие-то фишки, когда Элен Гримона, например, придумывали имиджмейкеры какой-то самоофигенские фотосессии в каких-нибудь холодных тонах, она была в таких, в мягкой, уютной одежде, понимаешь, на фоне там холодной природы, с собаками. И, в общем, они что-то вот этим как бы подчеркивали. Это замечательно. Это очень высокое, и, между прочим, трудное искусство имиджмейкерства по-настоящему. И, конечно, особенно если некого там имиджмейкировать, то это совсем тяжело. Я не знаю. про опять, забыл опять вопрос, прости меня. Рассуждаем, я забываю, о чем зерно. Хочется сказать this, this and this, а я забываю. Ну, давайте я максимально просто, так сказать, по олдскульному это объясню. Из чего состоит бренд личности, бренд артиста на сегодняшний день? То есть, как бы, это действительно бренд, не что-то, но и как бы образ, который предполагает много-много-много функций. У всех они разные. Ты назвал хайпом, как бы, что они как-то вот пытаются выполнить из штанов, для того, чтобы выделиться на фоне остальных. А я тебя спросила, хорошо, окей, а вот что для тебя, как бы, бренд личности и бренд этого артиста, ну, допустим, для тебя в пределах разумного? Что это конкретно? Бренд личности? Да, боже, ну, ну, зачем? Ну, мне достаточно послушать, как он играет или поет пару минут. И мне плевать, я хотел, какой там бренд. А люди что думают по этому поводу? Ну, публика? жизнь делится, интересно тебе или неинтересно? Ну, ведь для этого что-то делают или нет? Что, что говоришь? Ну, ведь для этого что-то делают, ну, как бы, знаешь, вот даже на самом примитивном уровне, для нас на самом естественном уровне выбирается определенная программа, да, ну, это как бы то, что любому музыканту понятно. Ты можешь сидеть, я не знаю, там, в какой-то определенной одежде, да, ты можешь иметь какой-то определенный имидж, а можешь и не иметь. То есть, как бы, самая простая и понятная для любого музыканта, например, у тебя концептуальная программа, и дальше публика приходит, смотрит в эту афишу и говорит, мне это интересно или мне это неинтересно. Но ведь есть еще как бы какие-то опции, которые тоже, ну, их применять ничего не составляет, никакого труда. Но это очень сильно повышает интерес к тому и музыканту, особенно если он хороший музыкант. Просто получается, почему я вообще задаю этот вопрос? Потому что меня не устраивает, мне не нравится позиция многих личностей, которые, например, не очень, не самые лучшие пианисты, не самые лучшие музыканты. Но за счет каких-то таких вот эффектов дешевых, недешевых, не будем никого осуждать. У них публики больше, да, там, у них больше интереса. Ну и, соответственно, как бы зал ими больше интересуется, потому что это все занимается билетом. Вот к чему я веду. А в чем вопрос? Вопрос в том, что, может быть, стоит тоже как бы попытаться себя поднять за счет того, что не только как бы одним музыкальным контентом действовать нужно, хорошим музыкантом. Я у тебя это спрашиваю, потому что, ну, играть ты умеешь. Может быть, нужно еще какие-то придумывать себе дополнительные опции. Ну, я приведу пример. Кто-то начинает вести там просветительские влоги, да, вот у тебя чувство... Я понимаю, я понимаю, что... То есть это просто пример, да, и может быть, тебе это вообще не подходит. Может быть, что-то другое. Мне это не очень улыбается, потому что это выходит за пределы какого-то моего естества, и когда надо что-то придумывать совершенно для меня не характерное, то это только в минус. Ну, хорошо, ладно. Я все скажу, у нас заканчивается этот час. Как уже? Да, мы переходим с тобой во второй. Давай не будем задерживаться, потому что не будем задерживать людей. Мы с тобой поговорим условно еще полчаса, чтобы мы как-то с тобой так раз, как кометы. Нет, мы можем... Знаешь, сейчас просто еще часы не появились, мы, в принципе, можем как бы ограничиться одним часом. Тут нет никакой обязаловки. Это ты как по себе чувствуешь, как у тебя ощущения по поводу этого эфира. У меня еще есть к тебе вопрос, разумеется. Пока еще эфир не закончился. Подожди, еще рано расставаться. Ладно, бог с ним, с вот этим вот всем. Я подняла твою позицию. Давай вернемся к нашему музыкантскому. Или к нашему просто личностному. Коля, а вот если... Давай еще не пианируйтесь. За жизнь. Что про эту музыку про музыкантов? Ну, последний, хорошо. Последний вопрос, он уже ближе к жизни. Вот если не музыкант, если не пианист, то кто? Кто ты? Кем бы ты был? Да. Труженик интеллектуальной какой-то деятельности. Работник интеллектуального труда. Ну, какого? Я не знаю. Хорошо, ладно. Хорошо, вопрос из детства. Кем ты хотел быть в детстве? Самый дебильный вопрос, но тем не менее. В детстве я хотел почему-то, кроме музыканта, быть следователем. Ух ты. С какой больной ноги? Я не понимаю. Нет, понимаю. Там я сериал смотрел один, и я сказал, что я хочу быть следователем. Ну, он ненормальный. Ну, мне вот это какая-то такая сильная мозговая деятельность, она очень нравится. И она как-то происходит во мне. И мне это все интересно. Потому что если это во мне перестает происходить, то мне тут же начинает казаться, что я деградирую. Я тупею. Коль, а вот смотри, еще такая тоже замеченная опция. Практически каждый музыкант, ну, ты еще до этого возраста, так сказать, не дорос, ну, вот с процессом взросления, да, там, не знаю, лет в 50, а может быть и позже, а может быть у кого-то чуть раньше. Вот пианисты часто становятся за дирижерский пульт. Или, например, хотят открыть какой-то свой фестиваль, потому что много классных друзей-музыкантов, много разных идей. Ну, как бы, тебе бы это было близко? Или ты не думал об таких вещах в перспективе? А вот на этот вопрос ты реально ответишь в следующем эфире. Подумай пока. А уже что, маленькие чайчики смеются тик-так? Да, вот 20, 19, 18. Короче, перескакиваем в следующий эфир. Ребят, переподключаемся. Сейчас я выложу это в IGTV, и вы уже сможете ставить свои лайки, подписываться пока на Колю Медведева, ну и увидимся. Без рекламы. Так, мы вернулись. Собираем обратно нашу аудиторию. Ох, сегодня такой у нас, видите, супер радостный эфир. Вот, по чесноку, очень честный. Все как мы любим. Ну, вот, все гости очень разные. Это мне как раз звонил Коля. Он позвонил и решил меня в личку, но не в эфир. Так что прошу прощения за небольшую заминку. Но мы продолжаем, потому что сегодня очень интересно, очень горячо и классно. Вот, потому что Коля... Коля не похож на других артистов. Он совершенно другой. Вы можете в этом убедиться. Нет, на самом деле. Продолжаем. Сейчас будут вопросы. Ожидание и реальность. Ну так, с возвращением, короче, Коль. Давай, в общем, отвечай на вопрос. Дирижер или арт-директор? Я тебя отпущу с миром из, так сказать, из вот этой вот темы музыки. Ты сказала ожидание и реальность. У меня еще не было картинки. Я думаю, сейчас уже ожидание. И все думают, сейчас такой жидчик. И реальность. Не ладно. В общем, директор или что-то там еще. Господи, дирижер или арт-директор? Ты все поднимаешь на смех. Ну ладно. Нет, я не поднимаю на смех. Дирижер, maybe. Арт-директор, maybe. Это все интересно. Это зависит от друзей, от количества денег и желания. В общем, вполне возможно. Да. Мозгов хватит. Ты знаешь, я вот даже с нашим коллегой по цеху обсуждала. Когда-то была такая у нас тема затронутая. Я просто думаю, что с тобой это тоже стоит обсудить, поскольку вы представляете этот краснодарский край, скажем так. Почему бы там не запустить какую-то активность для ваших поклонников? Мне кажется, они бы оценили инициативу камерной музыки, например. Ну, как вариант, или там сольного, какого-то авторского формата. Подумайте. Ну, поскольку я тебе обещала, что о музыке будет больше ровно ни слова, давай вернемся к каким-нибудь нашим жизненным темам. Да. Да? Ну, вот, например... Давай, про бытовуху, про что-нибудь такое. Не про музыку. А ты сам проводишь, если говорят, эту самоизоляцию? Ты там в заточении в одиночестве? Или нет? Да, я точусь в одиночестве. Периодически ко мне незаконным способом проникают друзья. В страшно маленьком количестве. Вот. И мы с ними тут... С ними, ну, когда кто-нибудь один приходит, и мы, значит, тут разговариваем разговоры. Понятнее. То есть, получается, что опция онлайн-баров, она как бы отпадает сама собой, потому что есть реальные люди где-то так в окружении. Ну, только если онлайн-фитобар. А что это такое? Ну, знаешь, когда там фитобары, ну, когда где пьют вот эти все смузи, шмузи там и прочее. А, даже так? Что, ни капли алкоголя ты хочешь? Только батьковые фреши. Не, ни капли. Так не хочется. Затуманивать свой мозг просто ужасно не хочется. Невероятно. Ты, наверное, первый музыкант в этих окошках, который вот говорит такие вещи. Ну, правда или неправда, мы не сможем проверить. Поэтому первый, который озвучил такую версию. Ну, совершенно ни к чему это проверять. Ну, на самом деле, такой кайф от вот этого режима, который еще происходит на чистую голову. Очень мне нравится. Слушай, а ты вот много спишь? То есть я имею в виду, что ты, ну, я понимаю, что все высыпались первое время, но вот как бы сейчас, во сколько тебе нужно, чтобы нормально выспаться? Ты знаешь, я как этот самый солдатик. Я не знаю почему. Я вот во сколько бы я не лег, через семь часов я просыпаюсь. Все, выспался. Ух ты. Круто. Мне так нравится. Потому что если я начну пытаться спать дальше, это я потом буду весь день ходить, как кусок мяса. А вот так семь часов, семь с половиной, я сам удивляюсь, это как робот. Знаешь, и засыпаю быстро. Батарейку выключаю, так, брык. И проснулся. Хоп. И без будильника, да, получается, чтобы... Мне никаких будильников, я вообще телефон выключаю, нафиг. Понятно. Коль, слушай, а вот такая вот тема, которая всех очень интересует в сети, конечно, наши гастрономические, языки всякие там, эксклюзивы. Но ты, конечно, гурман. Причем я уже... Я, знаешь, я когда смотрю твой инстаграм, периодически на меня накатывают просто, что я думаю, ну, этот хэштег фудпорн, это практически, вот, наверное, твой любимый. Хотя там, по сути, фудпорна никакого нет, но совершенно очевидно. Ты любишь хорошую, классную еду. Вот какая у тебя самая любимая кухня? И что ты сам умеешь готовить? Сам я умею готовить все. Это дело очень люблю. А, нет, ты знаешь, меня раздражают кондитерские дела. Вот это я с тестом, я обращаться не умею. Меня это бесит. И у меня не хватает нервов. У меня тут же пропадает желание. А что касается вот такой основного, что называется, меню, то здесь я умею все. А что касается... А коронка какая-нибудь, коронное блюдо какое у тебя? Да нет такого у меня какого-то коронного блюда. В этом есть какой-то выпендреж. Сейчас он приготовит свое коронное блюдо. Сейчас товарищ генерал нам что-нибудь постреляет. Такого нет. Знаешь, это известная история. Это Высоцкого... А, нет. Высоцкого на каком-то партии ездит. Попросили вроде как что-то спеть. Ну, мол, артист, споешь. Сказал ему, какой-то генерал. На что Высоцкий ему ответил, только если товарищ генерал нам что-нибудь постреляет. И, в общем, вопрос отпал. Понятно, понятно. Еды... Я очень люблю морское все. Я очень люблю рыбу, гадов и так далее. Качественных и все такое. Какое-то предпочтение. Европейская кухня. Русскую кухню как таковую. Но русская, украинская. Я не считаю, что русская. Она прямо есть какая-то сугубо русская. Все равно связана. Я небольшой поклонник. Потому что это все очень жирно, много. И такое все массивное. Я люблю гадов и рыбу. Потому что это все очень легко. Вкусно. И, в общем-то... Как-то, не знаю. Мне это больше нравится. Соответственно, моя любимая ресторана. Это Клева Новикова и Рыба моя. Хорошо. Так, ребята, ну, обязательно к посещению. Мы теперь пополняем список хороших мест в Москве. У нас недавно были кофейни классные. Теперь у нас, короче, рыбный ресторан. Ну, постепенно с миру по нитке соберем новую карту. Лишь бы они не закрылись все. Я этого не говорила. Коль, а вот тема путешествий. Причем вот тут тоже два таких вопроса. Ты знаешь, мне с точки зрения артистической, ну, я практически уверена, какую ты там зовешь страну, в которой тебе комфортно, в которой тебе понравилось. Вот как артисту именно, да? Публика, там, организация, бла-бла-бла. Вот это вот все. И страна, может быть, несколько стран, может быть, конкретных городов, в которых ты бы хотел жить. Ты задала много вопросов. У тебя в первом вопросе было два. Страна, где мне нравится и где хорошо принимали, это разные вопросы. Абсолютно разные. Где бы я хотел жить, это, наверное, Австрия. Я обожаю Вену, обожаю. Это один из моих самых любимых городов. Я очень люблю Париж, но жить я там не хочу. Я очень люблю Барселону, жить я там не хочу. Очень люблю Вену, жить там хочу. А вот у меня наоборот, мне нравится Вена, жить там не хочу. Мне нравится Барселона, я бы там жила. Но живу в Москве. Но я беру какие-то вот такие бытовые, знаешь, геополитические или просто внутренние какие-то дела, что касается жить. Понимаешь, приехать туда, потусить в Барселону на месяц, да на здоровье. Но если знаешь, что ты вернешься туда, где там, где твое постоянное место пребывания. А постоянным местом пребывания делать Испанию я не готов. Ну, понятно, на вкус и цвет, товарища, нет, это нормально. А вот по поводу концертного все-таки твоего экспириенса. Вот несколько, наверное, мест, так будет корректнее. Где хорошо принимали. Да, где тебе понравилось. Ой, слушай, ну, знаешь, у нас такая профессия, я не знаю, что надо сделать, чтобы нас там плохо приняли. Нам надо упиться, я не знаю, опоздать и не сыграть. Тогда нас плохо примут. А в основном-то хорошо принимают. Потому что публика-то хорошая. Не, ну, все-таки, да, тебе вот лично вот импонируют эти места, понравились залы, акустика, да все что угодно. Ну, запомнилось, что тебе. А, в этом мне очень понравилось в Америке. Я там неоднократно был во Флориде. Вот, кстати, там бы я жил бы. Но там, правда, скучно, застрелиться можно в этой Флориде. Да ладно, там классный климат, пляжи, вообще все дела. Вот климат просто сумасшедший там. Вот это просто идеально для меня. Но там скучно. Там движухи нет. А там, где нет движухи, нет меня. Понимаешь? Вот там хорошо. Ну, Америка вообще хорошо принимает, насколько известно нам всем по выступлениям, своим и своих коллег. Ну, я вот была уверена, что надо либо Америку, либо Японию, потому что здесь раз через раз как бы двух мне не быть не может. Редко, когда называют первую очередь. Да, Япония, конечно, конечно. Америка, Япония. Потому что остальные немножко разные. Невозможно классифицировать. Зависит от зала, от времени года, от программы. Невозможно сказать, так или не так. Понятно. Ну, а вот по поводу твоих хобби, которые, может быть, косвенно связаны с искусством. У нас тут очень любят люди, когда мы вспоминаем все музеи мира. Удавалось ли в какие-то деловые поездки? А может быть, когда ты просто ездил куда-то, ну, как турист, ну, ходить, да, вот куда-то. Что у тебя любимое из музеев? Какие, может быть, авторы? И что, вот, может быть, коснешься тоже Москвы? Какие музеи здесь? Ну, конечно же, и Москва, Петербург, Вена, Париж. Это просто города-музеи. Там, куда ни плюнь, попадешь, где или ходил Моцарт, или еще не дошел Бракс, понимаешь, в Лени. То есть ты везде был в музеях, ты посещал, тебе удавалось, потому что часто я слышу в мире... Я расскажу. У меня была фантастическая поездка в Париж с фондом Образцово. И у нас была какая-то совершенно невероятная экскурсовод. Людмила забыл отчество, но все ее знали еще... Она водила всех вот артистов, она преклонных лет, дама. Потрясающе выглядит, в потрясающей форме, с таким живым мозгом. Я обожаю таких. И она вдоль и поперек знает музеи. Она вдоль и поперек знает этот Париж. И мы за один день посетили пять парижских музеев. И я понимал, что я посмотрел все. Ну, естественно, я в Париже был не один раз. Но Люся знала в каждом музее все потайные коридоры. Она знала все комнаты, которые можно обойти. У нас были дипломатические пропуска. Мы везде проходили без очереди. Все бабуси в служебных помещениях нам улыбались. И мы этот Лувр обошли за два часа, увидев там все. То есть мы не стояли... Это невозможно, Коля. Это невозможно. Лувр слишком большой. Это невозможно. Ну, вот то, что там стоило посмотреть, мы посмотрели. За исключением бесконечных интерьеров и прочих. Мы блокали по Лувре семь часов. Я как сейчас это помню. Ноги отвалились еще на пятом часе. И мы все равно все не посмотрели. С вами не было Люси. Ну, это очевидно. Каждый коридорчик. Кажется, что здесь ничего нет. А здесь нажимаешь и дверь, которая так расквозь ничком и вышла куда-то. Как в Икеа, знаешь, вот эти есть... Да, да. Которые все идут, а есть такой насквозь. Это, конечно, было потрясающе. После этого мы рванули из Лувра напротив Гворсе, по которому мы прошлись так же. Быстренько между ними стоит Оранжери. Мы пошли туда. Потом мы поехали в Мормотан. Или как там? Мормотан-Моне. Там была какая-то приезжая тоже выставка. Потом мы поперлись еще куда-то, я уже не помню. Но вот на ту сторону мы не поехали, где Пале Гарнье. Потому что у нас уже просто не было никаких сил на впечатление. Потому что это же тоже не бесконечно. Да, понятно. Все, дорогу от входа. Я читаю комментарии, там комментарии что-то отжигают в последнее время. Но пока я читаю краем глаза. Коль, расскажи, а какой-нибудь веселый случай или история именно из поездок, такая козырная какая-нибудь? Ну, какая-то не дежурная, да, вот такая прикольная какая-нибудь. Что было? Знаешь, у Баталова спросили, расскажите ваш любимый анекдот. Это не относится к вопросу, я вспомнил. Он сказал, любимый анекдот может быть только у дебила. Это мне понравилось. А насчет любимого какого-то истории, ты знаешь, в театре, вот мы сколько катались, там было столько всего. Не, ну, знаешь, вот бывают совершенно вопиющие истории. Я вот уже вчера приводила, например, там самолет пропустил, там не знаю что, какая-нибудь трэш какой-нибудь. Была история, когда мы играли в Питере, мы играли в БДТ имени Георгия Саныча Товстоногова, и было волнительно очень, потому что туда пришла вся элита БДТ. Туда пришел Басивашвили на наш спектакль, Олег Георгиевич, там была Крючкова, там была Фрейндлих, там была Шарко. В общем, ну, сама понимаешь, актеры, мягко говоря, не последние. И я туда, значит, поехал, и у нас был какой-то перерыв, я переходил в Невске, мне дали флайер. Ну, там что-то, две пиццы по цене четырех. И переходя через Невске, у меня зачесался глаз, и, значит, я почесал глаз и задел флайером. И, в общем, болит и болит, 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 болит. Маленькая предыстория. До этого в Москве я посмотрел свежевышедший фильм по повести Санаева «Похороните меня за пленусом», где в главной роли Светлана забыл, простите меня, отчество Крючковой. Анатольевна она, по-моему. Светлана Анатольевна Крючкова. Не скажу отчество, не надейся на меня. И, а там она играет просто сумасшедшую эту старуху, очень сложную, многогранную, мощнейшую просто. И, значит, все, это предыстория. Петербург. Шесть часов, семь часов спектакль, шесть часов, у меня болит глаз так, что я передать тебе не могу. И я его чешу, 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 а он болит все больше, и больше, и больше. Вот, мне подсказал Миша, Светлана, Николаевна. Николаевна, да. болела. И потом, без пяти, я переоделся, значит, в гримёрку просто влетает, просто влетает Крючкова. и бросается в мою сторону, а я посмотрел фильм «Похороните меня за Плинтусом», и образ Светланы Николаевны у меня пока ещё тот. Я там человек, мальчик мой, что с тобой? Что случилось? Что с вами случилось? У меня три травмы глаза на съёмках было. Я срезал роговицу. «Боже, я знаю, что это такое. Я сейчас приду». Смыло. Через минут семь она влетает опять с кучей таблеток, с какими-то каплями, и начинает мне эти таблетки пихать в рот. Я никогда этого не забуду, потому что мало того, что она мне пихала их в рот, она за меня их вживала. Она мне запихивала её в рот и бьявила вот так. Да ладно. Моей целью. Она просто с какой-то невероятной силой хотела помочь и вошла в положение. Ну, личность-то, масштаб, понимаешь. И тут же ушла. Всё. И я вот в таком коматозе пошёл играть спектакль одним глазом, потому что он болит. у меня там стоял, весь рояль был в этих каплях-шмаплях. И потом, как выяснилось, у меня друзья сидели перед, фу, за Светланой Николаевной в зале. И она весь спектакль смотрела не спектакль, а она смотрела, как там, как там я. После спектакля она пришла, пришла, спросила, чего-то, как, всё ли нормально. Как выяснилось, потом мы поехали на ужин, и меня повезли к офтальмологу, к какому-то одному из главных там в Петербурге, который надавал мне всяких лекарств и прочее. И потом Олег Евгеньевич мне сказал, что это Светлана Николаевна вызвонила ему в воскресенье, это было полодиннадцатого вечера, и он меня принял. И, конечно, честь и хвала таким людям, и, в общем-то, мы понимаем масштаб личности. Насколько я понимаю, ситуация была всё-таки серьёзная, то есть, я просто знаю тоже о таких травмах, нелепых, на самом деле, что-то сразу нужно обращаться, потому что очень опасные вещи. У моей подруги подсказываются не так толстым. Серьёзная, да. И вот если бы не Светлана Николаевна, потом надо мной смеялись мои коллеги, когда мы ехали на следующие гастроли, они все меня останавливали, успокаивали, и говорили, всё в порядке, тётя Света сейчас будет, она звонила, буквально 10 минут, вот она подбегает. Ну, как обычно, да, троллим среди наших людей это обычное дело, понятно. Ну, слава Богу, что всё обошлось, и вовремя появилась Светлана Николаевна. Ну, что ещё сказать, потому что, конечно, ситуация ужасная. Ты так начал, мы думали, будет какая-то очень позитивная история, а был просто какой-то фильм ужас. Но это, конечно, могло запомниться на всю жизнь, да, Коль, но ты умеешь развлечь аудиторию, работаешь с людьми. Ну, вот такое. А скажи мне, пожалуйста, у тебя в твоей жизни занимает особое мнение, ну, так, птичка-синичка мне принесла на хвосте, опять меня тянет к музыке, но ты меня уже извини, всё-таки. Камерная музыка и камерно-инструментальная, камерно-вокальная, всё, звенья одной цепи. Вот, что у тебя, что у тебя самое такое любимое по части, например, композиторов, которые вот для камерно-инструментальной отдельно, для камерно-вокальной, какой-то самый любимый состав, с которым ты себя комфортнее всего чувствуешь, или такого нет? Вокальные композиторы мои любимые это Моцарт и Рихард Штраус. Прекрасный выбор. Состав, в котором я себя лучше всего чувствую, да там, где хорошие люди. Это нормально, это классные условия, ты хорошо меня подколол, то есть у тебя нет такого, что я больше... никакого подкола в этом не было. Главное, чтобы были хорошие коллеги, какая разница, квинтет мы играем или вдвоём поём романсы, какая разница. Ну, я тебе честно скажу, при том, что у меня романсы не поют, у меня теперь голубая мечта когда-нибудь реализовать, ну, теперь, уже дай бог, я уже не знаю, что будет, но всё-таки в Лосфилармонии как бы хотелось бы тебя и в камерном составе услышать. Я думаю, что это будет... Я с удовольствием в камерном составе выступлю в Лосфилармонии, когда позовёте. Я люблю это дело, очень люблю, потому что, понимаешь, иногда, когда занимаешься сам, уходишь глубоко в эту кухню и у тебя как-то ощущение реальности теряется. Ты уходишь в такой голый субъективизм и ты в нём настолько копаешься, что в результате он часто может быть очень поверхностным и ничем не подкреплённым. Согласна. А ты будешь доказывать, что это твоё видение и так далее. Знаешь, как ты Скоридзе сказал, не надо мне рассказывать, что какашка на столе это инсталляция. Понимаешь? Да, да, было, 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 да. Коль, а вот ещё такой вот вопрос, который тоже у меня вот буквально осталось два таких дежурных, потому что это вот уже у меня соцопросы в этих эфирах. Вот эта эпоха, мы её не называем вирусом, мы её называем просто самоизоляцией, но ты прекрасно понимаешь, о чём я говорю, уже всё-таки прошло приличное количество времени, то есть пауза, не пауза, затянувшаяся вот такая вот какая-то странная жизнь. Короче, ты понял. Какое музыкальное произведение, какая музыка вот у тебя сразу ассоциируется с этим? Карантайне? Карантайне. Неужели? Ну ты ж такой прям креативщик, давай, забамбись. Можешь называть сольное там для фортепиано, может камерное, может симф, может хоровую, всё что угодно, камерное, вокальное. Можешь вообще не классику. Я забыл. Сейчас. Этот самый, Нино Рота из Феллини, из 8 с половиной. Финальная музыка. Хорошо, это неожиданно. Ну раз уже затронули, нет, слушай, раз уже затронули такую тоже опцию. Я, кстати, не знаю о тебе этого, мы с тобой никогда не говорили на тему импровизации и на тему вообще джаза, потому что вот два лагеря, ну как ты знаешь, академические пианисты, которые говорят да-да-да и которые говорят ни в коем случае. Вот ты к кому относишь себя? Играть, слушать, всё что угодно, импровизировать? Я люблю джаз, ну такой классический. Мне нравится. То есть там Джоу Колтрин такое, да? Элла, ты же. Я тебе больше скажу. Всё, что касается такой импровизации, у нас, у академистов настолько утерян этот навык, которым обладали барочники, которые после Великой Французской революции, к сожалению, растерялся в силу массовости музыкального образования. И для меня вот они, у них есть что-то общее, конечно. Они абсолютно повёрнутые на своём деле в самом лучшем смысле. Они потрясающие импровизаторы, что одни, что другие. И поэтому я замечательно отношусь к джазу. Если это сделано со вкусом, если это сделано талантливыми людьми, потрясающе. Нет, джаз, фу, нет, такого нет. Ну, знаешь, слава Богу, потому что если такие, как бы я к ним не отношусь, я тебя поддерживаю. Слушай, а вот вообще, если говорить, я понимаю, что ты, наверное, как музыкант ответишь на этот вопрос, что любой жанр, если он сделан качественно, это как бы имеет право на жизнь, но все-таки, вот что помимо классики для настроения там ты слушаешь, например, там какие-то, может быть, группы или исполнители отдельных. Ничего нового. Мне нравится американская попса 90-х. Это Селин Дион, ну, австралийская. Уитни Хьюстон, Мэрай Кэрри, Майкл Джексон. Обожаю. Эдди Тиаф, ну, это туда пораньше. А в общем, так вот, чтобы у меня какая-то музыка крутилась и что-то бы играло, мне бы что бы хотелось слушать, такого нет. Но вот из этого я люблю. Ну, это довольно качественный такой, знаешь, сопли в сахаре. Все эти Мэрай Кэрри. Но надо дать должное у Уитни Хьюстон фантастический голос. У Мэрай Кэрри фантастическая просто природа и это, как и у Уитни, и мастерство. Извините, она щебечет в четвертой окраве так, как мне не снилось, понимаешь? А это... Что ж ты Кристина Агилера не назвал в течение вечера? Точка не делает. Агилера, безусловно, конечно. Я не так в них прям могу жонглировать этими фамилиями, но вот, что мне первое пришло на ум, то я тебе и сказал. Понятно. А Майкл Джексон он Майкл Джексон всегда. Ну, это еще бы, конечно, кто спорит, слушай, но Майкла никто даже не посмеет попытаться с 19-го педестала это отдельная тема. Слушай, а в кинематографе вот все так умничают, знаешь, что типа там называются какие-то бесконечные фамилии, там, я даже не знаю, вот... Селения с него не бесконечны? Нет, 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 даже вот из современных там, ну, то где-то, ну, торнаторы там как бы, ладно, это было. Из современных, наверное, все лобстеры тебе говорят. Ой, лобстер это отдельно. А ты смотрел этот фильм? Не смотрел, я смотрел и лобстера, и убийство священного оленя, и фаворитку. Ну, это его такие три. А я смотрела фаворитку и лобстера, да, вот третий не смотрела, но, видимо, и не посмотрел. Ну, что скажешь, вот давай мы можем вкратце. Не мой Пушкин. Не мой Пушкин. Вот мне тоже так как-то, вот мне тоже как-то не осмотрел. А кино, я очень люблю кино, и я вот могу, давай, уделим этому, если народ не устал, минут 15. Вот можно, я, да, вот можно, я вот тебе сразу спрошу, мне очень любопытно насчет Сарантино. Вот я все из-за ним вылетел, злали, мол, Сарантино. Да. Не мое. То есть, не молодость, не великая красота. Нет, молодость прекрасна, но там такие артисты, но я тебя извини, прошу. Харви Кейтл, Майкл Кейн, Рэйчел Вайдс. Не, ну я смотрела, оба посмотрела, мне как-то... Молодость, да, великая красота, еще до этого у него есть какое-то, забыл название, молодой папа, это нет. Что касается кино, я вообще любитель кино, я не скажу, что я как-то мощно в нем разбираюсь, но скорее да. Если брать каких-то режиссеров моих таких безоговорочно любимых, то это, наверное, Висконти. Я не хочу ударяться туда далеко, в 20 век туда глубоко, но вот что на поверхности за последние 30 лет, условно говоря. Я очень люблю Гринуэ, очень люблю не всего, но люблю Альма Доллара. А, кстати, да, хороший. Обожаю, особенно его поговорить с ней, все о моей матери, разомкнутые объятия, возвращение, дурное воспитание, вот это очень здорово. Я люблю Финчера, что касается триллеров, это я, мне кажется, это самый талантливый режиссер в этом жанре, потому что он снял такие хиты, как «Бойцовский клуб», понимаешь, «Игра», «Исчезнувшая», «Зодиак». Что-то там еще есть очень известное. Ну, это хорошие очень фильмы, естественно. Вот мне спрашиваю. Ну, такой, у него есть такие проходящие работы, которые, ну так, на один разок. Он такой очень укладывает всегда формат у него, вот часа 20 до часа 30, за редким исключением. И все такое, знаешь, как вот такие, как у Набокова романы, они все изумительно выверены по размеру, по форме, по содержанию, по структуре, не прикопаешься. Потрясающе, кстати, Набокова обожаю. И вот в Удиален что-то вот такая вот математичность в этом есть. Что я очень люблю у Удиалена, это «Матчпойнт». Ну да, это хороший очень фильм. А вот такой всякий разные смехулечки, ну, тоже мне нравится. Ну, эти его путеводители, типа «Римских приключений» или «Римские каникулы», не помню. Что-то итальянское, старое, что-то у Удиалена. Да, «Римские каникулы». «Вики Кристина Барселона». «Последнее его колесо чудес», что ли, называется. Слушай, ну, у него замечательно всегда играет так, что... Это уже не последний его фильм. Но, кстати, вот это вот «Колесо чудес», которое как-то по-другому называется, я поняла, что это за фильм, мне не очень понравился. Он какой-то такой, ну, мрачноватый очень, какой-то странный, психодел. Какие-то убийства. Ну, я не знаю, это не его, мне кажется, жанр. Сейчас последний у него фильм «Дождливый день в Нью-Йорке». Ну, такая как бы банальная, страшная история. Ну да, банально. Ну, вот из тех, кстати, фильмов, которые мне у него нравятся, «Манхэттен» мне нравятся, но другие более старые фильмы. Потом я не помню фильм, где главная героиня Алиса, или Элис, ее там зовут, и она вот влюблена в этого, собственно, Буди Алина. Ну, короче, неважно. У него половина фильмов, где все влюблены в Буди Алина. Ну и то верно. Коля, слушай, ну, и можно тебе задать последний вопрос? Такая просто барабанная. Про кино хочу поговорить. Еще? Ух ты, давай. Да. У меня там кустурица, вот спрашивают. Не очень, не сильно мой режиссер. И не мой, кстати, тоже все пас. Энни Холл там спрашивали. Я не что-то смотрел, но я не помню, что. Не могу сказать. Камерные жанры резни. Поланский. Резня хорошая, резня мне очень понравилась. Поланский мне нравится «Горькая луна», «Резня». Мне нравится... Вот последний. Последний мне понравился вот этот про... Я обвиняюсь, «Жакуз». Ну, я не смотрела, что-то. Про Золя, про дело Дрейфуса. По русским кино что? Балабанов. Из такого. Балабанов. Из последних фильмов мне очень понравилась «Аритмия». Мне очень понравился текст. Вот такой, чтобы еще на ум такое приходило. А, Дунин, Смирнова и Кокопо. Так хорошо. Ну, это лет пять уже, лет семь этому фильму. Ну, это очень хорошо. Вот я не сильно в нашем отечественном фильме. Так, мягко, интеллигентно, смешно, смехалково и замечательно. Балабан. А тебе нравятся, кстати, вот фильмы с Евгением Мироновым? Например, там, не знаю, «Охота на пиранью», например, или там, не знаю, «Апостол». Ну, я тебе отвечу так, что природа дарования Евгения Витальевича Миронова немножко мне не близка. Я очень уважаю его как актера. Да и, в общем-то, кто я такой, что, значит, там, тут раздавать. Но есть какие-то у него сильные работы? Ну, вот так, чтобы мне прям западало, нет. Но очень-очень уважаю, очень. А Безруков, Ахабенский, ну, такие, которые попсовы у нас? А дальше? Дальше? То есть пас как бы, да? Не то. Ну, не знаю, что я говорю, я не особо сильна вот именно в нашем отечественном фильме. Про Безрукова все, что могу сказать, это я обожаю выражение Валентины Васильевича Гафта. Не страшно умереть, страшно, что тебя после смерти сыграет Безруков. Все. Ну, ладно. Ты продолжай, если тебе есть еще что сказать на эту тему. Я как бы, я уступаю дорогу, потому что, ну... Потому что, знаешь, как бы, я теперь... Несмотря на то, что я работаю уже 12 лет с Меншиковым, я не обязательно должен там преклоняться и быть в фан-клубе этого актера, но, тем не менее, я считаю его одним из самых мощных нынешнего поколения российских артистов. Возможно, самым. Потому что его работы в Восток-Западе, в Монзунде, в Сибирском цирюльнике, том же, в Утомленных солнцем, в Кавказском пленнике, переплюнуть такую планку довольно трудно. При этом я никакой секте не принадлежу почитателей и вздыхателей, понимаешь? Это такое мое субъективное. Ну и слава богу, что тебе удается как бы сохранить какую-то... Хотя по-человечески я его обожаю. Обожаю. А французский кинематограф? Какой-нибудь Клод Лилюш, классика? Пройдись по этому. Лилюш, ну что смотрел, мужчина и женщина, классика. Железнодорожный роман. Железнодорожный роман. Прекрасно, замечательно. Ну там Фанни Ардан, моя любимая. Ну, кто же ее не любит, конечно. Французский. Озон. Озон мне нравился ранее, когда он хулиганил. А сейчас он мне не нравится. Ой, Коля, ты смотрел недавний фильм 2019 года? Французский как раз. Прекрасная эпоха. Да, вот Фанни Ардан новый. Что-то я не очень понял. Мне так понравилось. Понравилось Фанни Ардан. И, боже, как же этот дядька французский замечательный. Забыл, как его зовут. Тоже не назвал дядьку. Ну, неважно. И что, тебе не понравилась история? Симпатично. Ну, такое французское кино. Мне очень понравилось. Меня как-то он убедил. Он такой легкий. Ну, как бы как. Он легкий, но при этом там есть. Я не говорю, что мне там что-то не понравилось. Хороший дядьок, хорошо. А вот этого же режиссера. Я смотрела он и она. Мне совершенно не понравился этот фильм. Тоже французский. Такой свежий. Достаточно. А, я тоже понял. Что касается, вот мы вспомнили Фанни Ардан. Актеров, конечно, номер один для меня из ныне живущих актрис была, есть и будет всегда Мэрил Стрип. Не переплюнуть никогда никому. Обожаю англичанок той эпохи. Джуди Денч, Джоан Плоу Райт, Мэйги Смит. Потрясающие актрисы. Ванесса Редгрейв, Хелен Миррен. Ого, ну ты так хорошо прокачался, молодец. Всех знаешь прям. Я люблю. Я-то не качался. Видишь, я, оказывается, не только в тренажерном зале качаюсь по версиям, но еще и в кино. Ой, да ладно, ты мне этот тренажерный зал будешь тебе дать всегда. Я тебе наоборот это как в плюс сказала, потому что, ты знаешь, вот я хотела тогда продолжить, но продолжу сейчас. Давай. Многие музыканты, в частности скрипачи, мужчины, говорят, Алис, ты ничего не понимаешь. Наличие живота, это вот статус. Они еще вот так вот поднимают палец вверх, вот так вот у меня перед носом проводят. А я говорю, нет, это просто, это вы слабохарактерные, ребята. То есть, понимаешь, я искренне рада, что у тебя не так. Что как бы, ну... Врут, врут они, врут все. Наличие живота, это лень. Правильно, Коль. И я вот тоже придерживаюсь именно такого мнения, поэтому я так отдельно как бы на пьедестал поставила твою тренажерку, которую ты так вот обругал. В моем исполнении. Так, давай, мы с тобой уже, народ, наверное, весь подустал. Никто не подустал, ты зря за них переживаешь. Они люди наученные, у них каждый день эфиры. Слушай, последний вопрос, который меня больше всего беспокоит, на самом деле. Что первым делом ты выйдешь, сделать, когда выйдешь из этого карантина? На велик сяду и поеду, куда глаза глядят. Молодец, ты только что закончил наш эфир, а теперь я могу тебе сказать спокойной ночи. Спасибо большое за то, что ты принял участие в этом челлендже, при том, что это слишком современный хайповый формат. Ну, чтобы сказать, чтобы он хайповый, я бы не сказал на современном, да. Но все замечательно. Ну, слушай, на самом деле, это твой же первый, да, такой онлайн-эфир диалоговый? Да, да. Ну, с почином тебя, так сказать, и мне кажется, что это классная тема. Надо продолжать, нужно рассказывать интересную историю, у тебя их много. Так что остается поблагодарить аудиторию за выдержку, за то, что вы давали нам классные вопросы. Да, большое спасибо, и спасибо тебе, что позвала. С радостью. Я не сомневаюсь в успехе твоего начинания и так далее, поэтому не буду тебе желать, чтобы... Все будет замечательно, потому что ты хорошо это делаешь, и к тебе приходят хорошие, замечательные, правильные люди. Меншиков говорит, когда все делаешь правильно, приходят правильные люди. Все, добавить нечего. На этом закончим. Спасибо большое, Коля. Все, спокойной ночи. Пока-пока. Пока, спокойной ночи. Всем пока. Спасибо. Ну, и небольшое послесловие, послевкусие. Я думаю, что эфир вам, конечно же, понравился, потому что, ну, огненный Николя, просто огненный Коля. Ох, вообще, какая многогранная личность. Прям вечерок удался. Чувствую, что так просто сейчас я спать не лягу. Придется еще обдумывать и взять на карандаш пару десятков фильмов, конечно же, первым делом. Вот. Ребят, я вам очень благодарна. Спасибо, что вы с нами в «Видное тлокт онлайне». Завтра мы с вами увидимся. Завтра у нас заключительная ночь четвертой серии этого сериала. Все. Всем пока-пока. Целую и обнимаю. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok